Вот уже почти год мы живем в Турции и наблюдаем за другими людьми, переехавшими сюда из других стран, в основном из стран постсоветского пространства. И вот для всех эта Турция сильно разная. Кто-то в восторге и им все нравится, кто-то разочарован и постоянно пребывает в тоске по дому, а кто-то, откровенно говоря, зол и поливает грязью страну и город, в котором оказался, и заодно тех людей, которые всем довольны. В том числе и в своих комментариях под видео порой встречаем людей, которые оскорбляют нас, называя то болванами, то врунами, и что мы просто недостаточно здесь пожили, чтобы понять, как здесь в Турции ужасно. И все вокруг просто хотят нажиться на нас, да и на всех приехавших иностранцах заодно. Так вот, сегодня поговорим с вами, почему так происходит, что одни люди довольны Турцией и им все очень нравится, а другие разочарованы и злятся на весь мир. А еще в чем же заключается секрет мягкого переезда в любую страну, а не только в Турцию? Вы на канале Турки Спейс, я Олеся. Я Владимир. Погнали, разберемся. Начнем с того, что нет такой страны в мире, где ждут с распростертыми объятиями иностранцы. Куда он приедет на все готовенькое и поданное на блюдце с голубой каемочкой и не потребуется сильно тратиться. Переезд в другую страну – это всегда история про траты, и это всегда дорого. Переезд абсолютно в любую страну – это дорого. И Турция – это не исключение, а особенно сейчас, когда хлынули потоки беженцев. И часто слышится, что турки сильно недовольны большим количеством иностранцев в стране. И Турция здесь не исключение. Беженцы раздражают местных жителей во всех странах. И это нормально. Вспомните себя, как вы относитесь или относились к большому количеству мигрантов в своей стране? Вообще, Турция от города к городу отличается по культурному содержанию, социальной стабильности, финансовой обеспеченности местных жителей и общего взгляда местных на картину мира. И в том числе отношения к иностранцам. В маленьких городах, например, заметна религиозность местных жителей и их низкий уровень образованности, но при этом душевность и самобытность. В городах, ориентированных на туристический поток, местные жители, задействованные в сфере услуг, и иностранец часто для них в первую очередь лишь очередной турист, на котором нужно заработать. Логично. Не правда ли? В больших городах, например, таких как Стамбул, Анкара, Измир, совсем другой стресс общества, в жизни которых в меньшей степени присутствуют религиозные составляющие. Они более европизированы. И к иностранцам они проявляют больше интерес, чем видят в них кошелек и испытывают неприязнь. Да-да, не удивляйтесь. Но ввиду размеров этих городов, общество в них сильно многогранно. И ваше впечатление от страны во многом зависит от того, в какой срез общества вы попадете. А в какой именно срез общества вы попадете, это уже зависит от того, сколько денег вы готовы платить за свою жизнь, в данном случае в Турции. Чтобы комфортно себя чувствовать, необходимо иметь финансовую подушку. Если у вас есть деньги, то комфортно и хорошо жить практически везде, в том числе и в Турции. Например, в Стамбуле, где живут абсолютно разные слои общества. И если у вас есть деньги, то вы сможете себе позволить комфортную жизнь здесь. И в этом случае от Стамбула и от всей Турции вы будете в восторге. И ваше представление о стране будет отличаться от тех людей, которые сильно ущемлены в своем бюджете. Давайте рассмотрим конкретный пример. Допустим, если вы едете, например, в Стамбул спонтанно, имея весьма ужатый бюджет, без какого-либо представления, чем вы тут будете заниматься и не имея при этом никакого плана, то, следовательно, будете искать способы сэкономить уже с первых этапов своей жизни здесь. То есть будете искать квартиру подешевле, не обращая значимого внимания на дом, в котором арендуете квартиру и на район, в котором расположен этот дом. Если, например, снять квартиру в районе, ну, например, Султан-Бейли, в доме старой постройки, а не Сите, то заплатите вы дешевле, чем в хорошем районе и Сите. И сначала вы вроде бы будете даже рады, что так сэкономили. Но позже обнаружите, что вокруг вас жители не сильно приветливы с вами. Их образ жизни и уровень поведения сильно отличаются от ваших представлений. Эти люди часто устраивают какие-то дрязги между собой. Дети без конца носятся по улицам, ругаются друг с другом. Летом многие проводят время на улице, устраивая шум, гамп. А турки это умеют. Местные одеты вот как-то вот не так, как вы привыкли, не совсем опрятно. И вам вроде и никто никакой агрессии не проявляет. Но при каждом выходе на улицу чувствуете себя как-то некомфортно от любопытных взглядов. Периодами эти дети подбегают к вам с протянутой рукой, просят дать им денег или еще что-нибудь. Встанут как столб и смотрят на тебя. Да, вот чаще встанут как столб и смотрят на тебя. Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! И все вокруг вызывает у вас ощущение культурного шока. При прогулке на детской площадке со своим ребенком видите, что турецкие дети пытаются обидеть ваше чадо. В то же самое время, как буквально через пару улиц или в соседнем районе совершенно другие люди. Воспитанные, аккуратные, вежливо общающиеся друг с другом, в том числе и с вами. Где на площадке хорошо ладят и турецкие, и иностранные дети. А разница лишь в стоимости этой жизни. Так как качество жизни всегда стоит денег. В ситы люди себе сами покупают квартиры. А для этого необходимо обладать платежеспособностью. И здесь выстраивается некая цепочка. Чтобы иметь деньги, как правило, нужно иметь образование. А образование предполагает культуру поведения. А значит и дети воспитываются соответственно. И из этого складывается общество, в котором живет этот человек. И таким образом в доме собирается определенный культурный срез общества. И живя в таком обществе, складывается положительное впечатление о месте, в котором живет человек. Но есть дома и целые кварталы, в которых люди живут по программе социального переселения. Или получившие такие квартиры по наследству. И как правило, это совершенно другой социальный класс людей. Которые относятся к рабочему классу, не имеющие образования, ни культуры поведения. И соответственно, дети воспитаны у них ровно так же. Да, мы не говорим, что все такие. Но... Мы рассказываем, какие слои общества можно наблюдать. И да, такие слои общества есть абсолютно в любой стране. Но в Турции это ярко бросается в глаза по причине того, что малоимущие и необразованные люди часто сосредоточены именно в одном месте в районах города или занимают прям целые районы. Связано это, во-первых, с историческим устройством страны. Когда районы четко разделялись для жизни конкретных социальных слоев. Например, богема из профессоров, журналистов, преподавателей, врачей жила в одном районе. Политики, звезды и богатые члены общества занимали другой район, составляя элиту. Крестьяне, фермеры, рыбаки, другой рабочий класс жил в третьем конкретном районе. Для проживания студентов застраивались несколько других конкретных районов. Цыгане, афроамериканцы проживали в своем районе, формируя гетто. А этнические меньшинства занимали свой район, куда никто не сувался. И уклад жизни в каждом районе сильно отличался друг от друга. Сильно отличалась также и архитектура этих районов. В одних районах виллы и хорошие частные дома, в других – жилые комплексы с личными садами, в третьих – малоэтажные уютные домики, а в каких-то лишь одни бараки, от вида которых мурашки похожи. А учитывая, что в Турции сильно выражена клановость, когда из поколения в поколение люди живут в одном месте, и дома и квартиры их передаются друг другу по наследству, то вот этот контраст общества поэтому и сохранился по сей день. Вот именно поэтому, если вы арендовали квартиру в хорошем районе, в хорошем жилом комплексе, то взамен получите качество общества вокруг себя. То и Турцией вы окажетесь скорее довольны. Но это стоит денег. А если же вы арендовали квартиру подешевле и попали в соответствующие средства общества, а еще, как и любой человек на новом месте, столкнетесь с бытовыми проблемами, языковым барьером, а денег у вас впритык, то будет нарастать недовольство страной. И здесь уже как снежный кон нарастает недовольство во всех сферах вашей жизни, в том числе и питанию. Когда люди говорят, что они настолько недовольны Турцией, и здесь так все ужасно, что даже и привычных продуктов нет. Но? Но привычные продукты, европейские или из стран СНГ, здесь совершенно точно есть. Но стоят они в три раза дороже, чем вы привыкли. Для этого есть отдельные магазинчики, которые, конечно, нужно погуглить. Есть также в некоторых дорогих турецких супермаркетах. Они там тоже есть. Но заплатить за них придется намного дороже, чем за турецкий продукт. Вот в данном случае, когда человек говорит уже даже, что есть тут совершенно нечего, потому что нет привычных продуктов, то скорее он понимает, что отсутствие вот этих самых привычных продуктов совсем вовсе не причина его недовольствия. Так как в Турции их быть, ну, так-то и не должно. Так-то это совсем другая страна. И, соответственно, питание тут совсем другое. Или, например, говорит, что в Турции все хотят на иностранцы только заработать. Постоянно сталкиваясь с ценой, ну, на что угодно, которая не укладывается в его бюджет. Таким образом, это всего лишь, когда нарастает эмоциональный пик недовольствия, разочарования, и происходит вот такой вот выход негатива в виде вербализации наболевшего. А так как никому из нас не хочется признавать, что я, видимо, совершил ошибку и выбрал слишком дорогой город, или страну, ну, или просто не подготовил деньги для этого, то виноваты и ужасными становятся места и люди вокруг. Комфортная жизнь требует денег абсолютно в любом городе и стране. Поэтому, если хотите мягко пережить переезд, то необходимо копить деньги. А чтобы понять, сколько нужно вам денег, то придется потратить время и собрать информацию по уровню цен на товары и услуги в разных сферах той страны и города, который вы выбираете. Кстати, если что, вот здесь вот в плейлисте можешь посмотреть цены. Открывать сервисы поиска квартир в аренду и смотреть прямо вот ценник. И не брать за основу самый низкий. Лучше выбирайте за основу чуть ли не самый высокий. Нужно открывать сайты магазинов, продуктов и других товаров и прикидывать, сколько будет у вас уходить на еду. И опять же, не выбирать самые дешевые продукты и считать запасом. Ну, например, прибавлять там процентов 50 от той суммы, которую вы планируете тратить на еду в месяц. И так вот касается всего. Прикидывать себе свои траты и, исходя из этого, делать накопление. Или если переезд экстренный, то выбирать может город попроще и поменьше, где ценник пониже. Ну, или есть еще один вариант, которым пользовались мы. Сейчас мы вам расскажем, как мы с Вовой переживали сложные месяцы переезда. У нас тоже не было огромного количества денег. И мы вот для себя создали отдельный мир. Выстроили свои ожидания и возможные проблемы заранее. Не ожидая классной жизни, понимая, что никто нас тут не ждет. Мы сразу осознавали, что кроме друг друга у нас тут никого нет. Поэтому пробиваться через все тернии мы будем держать за руки вместе. Никогда не отпустим ни на секунду, не разожмем эти руки. И полностью осознавали, что выбранная нами страна ничем нам не обязана. Мы намеренно занижали свои ожидания. Мы понимали, что на первых этапах траты будут выше, чем потом, когда выстроится наш месячный бюджет. Мы не претендовали на хорошую квартиру. Но когда мы вместе, нам ничего не страшно. Так как наш мир, который мы для себя создали, не пробьет ни отношения местных жителей, ни плохие условия жизни. И в первые, особенно тяжелые месяцы жизни, мы максимально находили радость друг в друге, деляясь друг дружкой каждым своим переживанием. Мы искали плюсы во всем, даже там, где есть только минусы. Ну, например, в нашей первой квартире, когда мы ехали первые месяцы, было очень холодно. Во-первых, из-за первого этажа и из-за сквозняка из деревянных рам, которые мы, конечно, заклеили, что там не очень-то сильно помогло. И отопление мы не включали в целях экономии. Ну, еще у нас постоянно этот бойлер наш, комби, он постоянно выдавал какие-то ошибки, то есть он перегревался часто. Да, какие-то проблемы с ним были. Просто даже из-за включения воды, а еще, если бы еще и натопление гнал, то я боюсь, что он был просто горел у нас. Старовато был какой-то явный. Да, то есть, если в ванной кто-то моется, на кухне нельзя включить было воду, потому что он сразу же выключался, выдавая ошибку. Но зато во всем этом холоде мы постоянно прижимались друг к другу, и от этого было очень уютно. Или же, допустим, жители в районе, в котором мы жили, были представлены в основном рабочим классом с религиозным уклоном. И большая часть женщин там были в Паранже, и первое время смотрели на нас с любопытством и удивлением. Мы же, в свою очередь, постоянно им улыбались и были очень приветливые, и нам нравилась вот такая вот самобытность особая. Постоянно ходили на рынок вместе с местными, в магазине общались с местными продавцами, и так постепенно нас все уже знали. И даже когда переезжали с района, прощались уже со знакомыми, например, с завсегдатами в магазине и с продавцами. И они нам уже говорили, как жаль, что вы уезжаете, так как мы уже к вам так привыкли, вы такие хорошие, нам уже так все понравились. Мы выстраивали четкие траты на продукты. Например, поход за продуктами на рынок и в магазин в конкретный день, чтобы не ходить как попало, лишний раз не тратиться. Вели учет своих трат, записывая каждый раз, сколько и на что потратили. Так мы поняли, сколько у нас уходит на еду, даже если купить что-то сверх установленного списка продуктовой корзины. Потом из этих трат исходили и решали, что еще можем себе позволить. Так постепенно у нас сложилась сумма, которую мы тратим в месяц и не чувствуем себя ущемленными. Смотрели, как плавно в течение месяца уходят эти деньги, чтобы понимать, можем ли мы себе позволить что-то большее в начале месяца, например, сходить в кафе или на концерт и в конце месяца там сэкономить. Итак, в течение нескольких месяцев у нас сложился наш месячный бюджет с комфортными тратами. При этом мы стараемся не лишать себя привычного уровня жизни в рутинных тратах. Мы их просто распределили. Ну вот, живя в Петербурге, мы, например, устраивали себе глобальный шопинг два раза в год во время распродаж. Поэтому и здесь покупка, например, раз в несколько месяцев уже вызывает выброс эндорфинов, чего достаточно для психологического комфорта. Плюс, когда мы ехали сюда, у нас был определенный набор вещей. А с каждым приездом в гости к нам мамы, она довозит нам наши вещи, и они воспринимаются уже как новые, что заменяет шопинг. Мама, привет! Через полгода жизни нам стало гораздо легче. Особенно, когда мы переехали вот в эту квартиру, в доме, который входит в состав сита. И здесь уже сильно чувствуется разница в уровне жизни, чем когда мы жили в том мусульманском районе в отдельно стоящей малоэтажке. Люди здесь совсем другие, в большей своей массе они более раскованные и сами идут на контакт. И никто на нас вот так не пялится, да, как-то? Да, здесь мы себя совсем не чувствуем чужими, как там. И для более-менее комфортной жизни нам понадобилось, ну, где-то 6 месяцев прожить в целом в Турции. А если вы приехали один или одна, то лучше сразу для жизни выбирать ситы. Так вы сразу попадете в комфортные условия жизни, и вам не придется справляться с ощущением культурного шока. Да, тем более, если ты приехал один, то в ситы ты сразу же заведешь себя компанией, с кем можно попить чайку, кофейку, посидеть, поболтать. Поэтому наш совет. Готовьтесь к переезду финансово и психологически. Не завышайте свои ожидания. Пускай лучше они будут заниженными. Так реально легче. И знайте, никто никакой агрессии лично к вам в другой стране не испытывает. Будьте открыты, дружелюбны и уважительны к местным жителям, к их культуре и стране. И тогда сами почувствуете, насколько легче пройдет ваша адаптация. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, вопросы, предложения пишите в комментариях под видео или на почту, указанную под видео. А также под видео указан наш сайт, куда вы всегда можете обратиться за помощью в поисках квартиры, в аренду или для покупки. А также тем, кому нужна помощь в консультации, в сопровождении сбора документов для ВНЖ, также можете обращаться на наш сайт. И, конечно, вы всегда можете поддержать наш канал, используя функцию суперспасибо. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!